Приветствую, Марина. Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Вопрос про стеснение может быть связан как с общей проблематикой незащищённости, а общей проблематикой тревожности, вот, потому что вы говорите, что, словно говоря, люди знают про вас что-то, чего вы не знаете про них, и, соответственно, для вас это угроза. Что-то это такая вот, ну, в большей степени социальная и личная проблематика, вот. Либо, либо здесь идёт интимный подтекст и в какой-то степени стеснение своего тела, не принятия своего тела, а, возможно, следствие пересчитыва насилия в интимный сфер. Вот, соответственно, как вы, я надеюсь, понимаете, сказаться однозначно, вот, что из себя представляют. Ваша проблема, скорее, нельзя, чем, ну, чем можно. Именно, вот, если брать в расчёт то количество информации, которую вы предоставите. То есть, этой информации идёт, ну, вот, в какой-то степени недостаточно для того, чтобы вам дать ответ. Такой вот, наверное, полноценный ответ. Кроме того, я серьёзно считаю, что вам не нужно избавляться от этого стеснения. Вам нужно посмотреть на то, для чего оно вам дано. Вам нужно посмотреть на то, что там есть ещё. Ну, условно говоря, вы не хотите, чтобы люди знали про вас, там, условно, что-то, да, чего вы не знаете про них. Как вам это угрожает? Условно говоря, вам неприятно, когда, ну, вы пишете, да, например, что, м-м-м, неприятно, что вас видят в купальнике одетые люди. То есть, такое ощущение, что вы здесь, м-м-м-м, боитесь оценки, вот. Такое ощущение у меня возникает, что вы боитесь оценки. Вот. Амм. Я не уверен, конечно, что это так, что это на самом деле. Я не уверен, что здесь действительно присутствует проблема оценки. Проблематика именно восприятия вами оценки того, как другие люди воспринимают вас. Но, тем не менее, хоть вы говорите, что у вас с фигурой все хорошо, я вам, в общем-то, верю, оснований не верить вам у меня нет. Но, тем не менее, я думаю, что здесь это как-то связано с вашим восприятием себя, своего тела. Вот, и, значит, избегание чего-то. Сейчас вот мне видится это как, как, для меня воспринимается это как избегание чего-то, избегание каких-то моментов. Не обязательно это что-то плохое, не обязательно это что-то негативное сразу. Ну, ладно, что, вот, что, что вы, может быть, не очень отдаете себе отсчет в том, что с вами происходит. Потому что в противном случае, если бы вы себе отсчет в этом отдавали, возможно, у вас не было бы, ну, условно говоря, такой трудности. Вот, а поскольку такая трудность есть, то я полагаю, что вполне может быть, что вот, что вы чего-то как-то посадят. Вот. Такой момент. В этом, как-то нет ничего трагичного, браться с этим, ну, не разбираться, разбираться, чтобы сами для себя поняли. Вот, потому что здесь вы описываете, как мне кажется, довольно-таки поверхностно то, что вас беспокоит. То есть, например, вам не стало неприятно. Ну, давайте более подробно раскроем это неприятно, да? А дальше я испытываю уникативные эмоции. Как? Меня напрягает и как-то смешает, пугает факт обнажения перед одетыми людьми. Мало они меня видят, а я их не отношу. Они обладают каким-то знанием про меня. Значит, по преимуществам и силы. И что это значит? Ну, просто, что это значит? Какое-то преимущество и сила. Что это для вас означает? Вот. Мне кажется, это очень такой важный момент. Здесь не особо важно, поймите, пожалуйста, не особо важно, естественно ли это или нет. Это не особо важно. Здесь важнее, гораздо важнее то, что на этом стоит. Понимаете, что здесь гораздо важнее, что скрывается за тем, что вы... Ну, словно говоря, описывается. Вот. Как бы это важно. Вот. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. Вот. Такой момент. Такой момент. Вот. 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 Надо разбираться. Нужно. Смотреть. Как... Ну... Вы это... Вы это... Проживаете? Вот. То, что... Проживает. И... Что именно, вот... Ну, условно говоря... Вы ощущаете. Что именно вы там чувствуете и так далее. Ну, вот. Это... Ну... Это важно. А... На мой взгляд. На мой взгляд. Это важно. А... Дальше уже можно будет, в принципе, вам помочь. И... Вы сами остановили, что происходит. Вот. Потому что... Вполне вероятно, что... Ну, в какой-то степени... Эм... Ответ, подходящий... Лично вам, он не укладывается в... Привычную картинку, которую вы для себя... Пытаетесь подобрать. Да? То есть... Картинка... Эм... Которая звучит примерно так. Адекватно для этого позиции или нет. Вот. Мне кажется, что... Ну, такого, ээ... Такого... Эээ... Эээ... Понятия... Как, эээ... Эээ... Подходящая картинка, картинка, вообще, в принципе, не существует. Ээээ... Мне кажется, что более адекватно было бы просто рассмотреть, что из этого чисто ваше, что из того, что вы переживаете чисто ваше, а что нет, что нет, вот. Что из того, что вы переживаете, является как бы позитивным для вас по ощущению, а что нет. Вот, и это уже будет куда, мне кажется, лучше, куда продуктивнее, куда интереснее, для вас, вот, чем, там, к примеру, вот, то еще стоит ваш вопрос, потому что, ну, вопрос, он предполагает какую-то оценку, да, вот. Вы пишите, что внутренне возникает неприятность, даже небольшой страх перед такими вещами. Ну, вот, это высота вы, условно говоря, чего-то решаетесь, но важно, на мой взгляд, важно, конечно, понять, от чего вы решаетесь, потому что, ну, так вот, пока что сказать, что там может быть, это из серии, из серии, из серии, показать. Вот, если поговорить с вами об этом, и на самом деле, не только об этом, вот, но и о, ну, о других вещах тоже. Вот, к примеру, там, вашей реализованности, ваша реализация о том, что вас волнует, о том, что вас, там, условно говоря, интересует и так далее. Вот, если об этом поговорить, вот, то, мне кажется, вам станет как-то более понятно, что, о чем, о чем, ну, условно говоря, говорит ваш сплах, то есть, то, что, как бы, пытается вам донести ваш, ну, ваш сплах. Вот, это, мне кажется, вот, в какой-то степени могло бы быть выходом из-за вашей ситуации. Вот, ну, я имею в виду вашей проблемы, выходом из того момента, в котором вы оказались. Вот, ну, это процесс, это, как бы, такой, я бы сказал, постепенный процесс, процесс. Это не такая история, что мы сейчас возьмём и, там, сразу вас избавим. Да, вам нужно самой научиться обращаться с данным феноменом в своей жизни. Вам нужно самой научиться обращаться с тем, что, условно говоря, вы чувствуете. Вот, вам нужно самой научиться выражать, в конце концов, то, что вы ощущаете. И когда и если это будет сделано, а в процессе терапии вы можете это сделать, то, вот, тогда, я думаю, вам станет полегче. Что можно сделать сейчас? И что бы я предложил делать сейчас? Ну, вот, самостоятельно. Что бы я предложил сделать самостоятельно? Я бы предложил самостоятельно сделать следующее. Я бы предложил вам в следующий раз, когда вы спокнётесь в подобные ситуации, я думаю, что вы с ней столкнётесь, вот. Ну, я так, я более чем уверен, что вы с ней столкнётесь. Вот. Так вот, в следующий раз, когда вы с этим столкнётесь, я предлагаю вам задать себе вопрос. Задать себе вопрос. А что ещё? Что ещё? Я чувствую. Я чувствую. Вот именно, ещё. Что ещё? Я ощущаю. Что ещё? Что ещё? Я ощущаю. Что ещё? Мне кажется, что ещё мне видится, вот, в том, что я меня, ну, условно говоря, проживаю, переживаю. Вот. Что ещё я чувствую? Ну, в этом контексте. этого страха, например, в контексте этих переживаний, например. Вот. И так далее. Вот вам, на мой взгляд, надо бы ответить себе на вот такой вопрос, ну, на этот вопрос. Вам надо бы ответить на этот вопрос себе. И мне кажется, что это могло бы послужить хорошим началом для процесса. Процесс. Вот. Проблема может быть только в том, что можете вы встать на такие вот, знаете, как бы сказать, привычные рельсы. Я бы так это выразил. Вот. То есть, ну, то есть, привычные рельсы, мышление вашего. Вы могли бы встать бы на эти рельсы и воспользоваться привычными для себя схемами. Вот. И в итоге ничего бы не решить. Ничего бы не решить. Вот. Так что мне кажется, мне кажется, что в этом ключе, в этом направлении, если мы говорим, вот, то двигаться вам самой может быть абсолютно без перспектив. Вот. Вот. Знаете, мне показалось, что, ну, опять, исходя из вашего, исходя из вашего, вообще мне показалось, что вы человек, который вообще, вот, в принципе, такой любит контролировать. Если нельзя, то, ну, много всего любит контролировать. Вот. Мне так показалось. Я не знаю, конечно, но мне так вот увиделось. Я могу ошибаться. Вот. Если это так, если это правда, и вы действительно, вот, ну, склонны к тому, чтобы контролировать какие-то вещи. Вот. То, с контролами я бы поработал. Вот. Вот. А потому что контроль это, ну, это вот такой момент, элемент, Страховый элемент, я бы сказал, это элемент игнорирования каких-то вещей в себе, вот, контроль это невозможность создаться, да, то есть это постоянная блокировка своей энергии, это постоянная блокировка своих эмоций, своих чувств, вот, и... Тяжело жить в таком режиме, я бы сказал, в таком режиме, в таком ключе жить, ну, тяжело объективно, вот, поэтому, на мой взгляд, как бы, то, что вы обратились к психологу, это великолепно, это здорово, это прекрасно, вот, но это только, ну, на мой взгляд, это первый шаг, вот, на мой взгляд, ну, на мой взгляд, это первый шаг, вот, потому что работа вам над собой определенно еще, конечно, конечно же, предстоит, если вы хотите действительно что-то в своей жизни поменять, а не просто, там, например, убедить себя в том, что это, ну, в том, что это хорошо или плохо. Вот, на самом деле, многие реакции человека довольно сложно подчиняются, практически не подчиняются таким оценкам. Единственное, что делает возможным, как бы, существование той или иной позиции, это, ну, как бы, становление человека, становление человека более счастливым, вот. Ну, 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 на мой взгляд, по крайней мере, вот. Вот то, что я могу вам сказать с точки зрения психологии, с точки зрения терапизии, с точки зрения своего опыта, который у меня есть, и с точки зрения тех знаний, которые у меня есть, и тех вакуляров, которых я придерживаюсь. Я бы сказал еще такой важный, мне кажется, момент, связанный с тем, что, вот, знаете, знаете, мне кажется, есть некоторое несоответствие между тем, как вы себя представляете, да, как вы воспринимаетесь, ну, например, в этом тексте. И, что вы о себе говорите? Мне кажется, что есть, есть разница между этими. И, мне кажется, разница эта, ну, в том числе, значит, ну, появляется из-за того, на мой взгляд, что вы сами себя обманываете, где-то, вот, в чем-то, как-то, зачем-то вы себя обманываете. Конечно, ну, сложно так сказать, зачем, да, вот, может быть, вы замечаете себе этих моментов, замечаете того, что себя обманываете, но мне кажется, что что-то такое есть. И это, на мой, опять же, скромный взгляд, это проявляется, вот, ну, в частности, в том, как вы описываете свой, например, ага, ну, текст и так далее. Вот такой вопрос, я хотел бы подняться, да, немножечко не связанно напрямую с тем, что вы спрашиваете, ну, надеюсь, это для вас и не критично, потому что я сравню любой вопрос, который вы задаёте. Здесь он, ну, вопрос, сравню этот вопрос, он лишь часть более, более, ну, более широкого, наверное, так правильнее будет сказать, более широкого спектра, нюансов, на которые, которые вы, ну, может быть, магма, которые вы забиваете и которые вы, ну, по той или иной причине, например, допустим, не замечаете, вот, или по той или иной причине считаете, что, ну, что чего-то не должно, не должно быть, вот, в, например, вашей, ну, вашей, например, жизни, вот, то есть, ну, вариантов здесь, если так вот подумать, достаточно много, вот, все эти варианты, они, как бы, они важны, их, ну, нельзя сбрасывать со счетов, вот, поэтому я хотел ответить на ваш вопрос максимально, максимально полно, что ли, вот, максимально объемно, вот, чтобы вы увидели всю картинку, вот, прошу прощения, если это показалось вам слишком, там, долгим, или, если вам показалось, что было лишним. В свою очередь, в свою очередь, вот, то, на что, то, что вы можете себя, прямо сейчас и, заметить это, вот, вот вы сказали, да, что, там, естественно, это или не нормально, вот, как часто вы пользуетесь, если пользуетесь подобными, а, конструкциями, еще, то есть, ну, пользуетесь ли вы, вы, а, такими, а, мыслями, используете ли вы такие мысли, а, ну, еще вот где-то, в своей мысли, или нет. Мне кажется, это важно, потому что, если вы используете это, вот, если вы пользуетесь, вот, собственно, такими мыслями, то, вероятно, вы, в том числе, пытаетесь быть, а, вот, этой самой, правильной, а, вот, вероятно, вы, а, пытаетесь, а, как-то, вот, ну, действовать правильно, вы пытаетесь, как-то, ну, делать, какие-то вещи правильно, вот, а, при этом частенько вы можете игнорировать, а, то, что вам на самом деле может хотеться и то, что, а, действительно, идет от сердца, души, вот, например, а, допустим, допустим, если, а, предположить, если предположить, что вы защищаете свои личные, личные границы, а, таким способом, вот, то, скорее всего, а, где-то, личные границы свои, вы, э, не защищают, не защищают, то есть, где-то вы их, э, предаёте, вот, ну, я это, как-бы, не стоя, с целью, да, чтобы вас как-то заделить, унизить и так далее. Это говорю для того, чтобы, ну вот, чтобы вы обратили на это своё внимание, чтобы вы, чтобы вы постарались как бы, ну, сделать это вот частью своей реальности, да, то есть вот, где и когда, например, я игнорирую, значит, свою потребность в том, чтобы себя защищать, вот. Или можно немножко иначе спросить, в чём я пытаюсь себя защитить, вот, в чём угроза у меня возникает, вот. Это всё вот такие достаточно важные, как мне кажутся, аспекты, достаточно важные, как мне кажутся, моменты, на которые вам имеет смысл обратить своё внимание, вот, чтобы, ну, чтобы лучше себя понимать, вот, и чтобы лучше себе разбираться, вот. На этом, в принципе, я думаю, можно закончить мой ответ. Вот, он и так получился достаточно большим, вот, достаточно, хочется, мне хочется верить подробно, вот, я надеюсь, что вам есть о чём подумать, я надеюсь, вам есть, значит, о чём разместить, вот. И буду рад вашей обратной связи, вот, буду рад, если вы свои обратные связи, расскажите, что вам откликнулись, что нет, вот, что вам было полезно, что вам нет, вот. Для чего? Для чего это нужно? Для чего это нужно? Чтобы лучше иметь с вами, условно говоря, контакт. Чем лучше с вами будет контакт, тем эффективнее будет работа. Работа именно, ну, по корректированию тех вещей, которые вас беспокоят. Вот, то, что я хотел вам сказать сначала, на данный момент, на данный момент, только на данный момент, то, что хотел вам сказать. А, значит, я бы рекомендовал, конечно, более подробную работу, вот, ну, потому что, понятно, что, вот, так просто, и, ну, так просто, вот, помочь вам. Будет несколько проблематично, вот, так что, если есть возможность, то выбирайте себе специалист, специалиста, вот, выбирайте себе психолога и начинайте с ним работать. Вот, я думаю, что любой специалист будет рад вам помочь и будет рад сделать вашу жизнь более легкой, более счастливой, более естественной, более продуктивной и так далее. А вы, а вы, а вы сами, чтобы были, были, более, более, раскрыты, более, раскрыты, более, открыты, ну, для условных, там, других людей, с которыми вы общаетесь. Спасибо вам, самого доброго и удачи!